Очевидно, что тема перетасовки высших эшелонов власти страны-агрессора не может не касаться того, что и как происходит прямо сейчас и что будет происходить завтра и послезавтра. Тем более, что перестановки эти выглядят пакетно, а не в виде какого-то единичного хода, что было и раньше. И уж тем более, все это происходит в структурах, которые принято называть силовым блоком. Ведь своих постов с условным повышением лишились не только Шойгу и Патрушев, но и ряд лиц, которые отвечают за ВПК и тоже вроде бы как с повышением, хотя и очень условным. Уже известно о том, что Шойгу назначен на должность секретаря Совбеза, а Патрушев – помощником Путина. Но некто Мантуров, который отвечал за ВПК, тоже пошел на условное повышение и стал вице-премьером с непонятными полномочиями. И тут надо понимать, что товарищ Шойгу, несмотря на громкое название своего поста, теперь не будет подписывать распоряжения и контракты с девятью или двенадцатью нулями по смете, а раз так, то от этих сумм уже не будет получать соответствующий процент отката. Патрушев вообще стал помощником Путина, и это значит, что раньше-то он не должен был помогать Пойлу, а теперь деваться некуда. Но есть большие сомнения в том, что несмотря на свои былые заслуги, Патрушева допустят до самого святого, секретных чемоданов и всего, что с этим связано. Что бы ни у кого не вызывало сомнений в том, что эта задолженность такая, одновременно с Патрушевым, своим советником Путин сделал своего бывшего охранника Дюмина, тем самым как бы уравнял кровавого Колю и своего бывшего бодигарда. Соответственно, сейчас на болотах происходит натуральное бурление говен по этому поводу, причем диапазон объяснений произошедших кадровых перестановок настолько широк, что напоминает ситуацию с Подковой, когда две крайности смыкаются в одной точке абсурда. В самом деле, большая часть заголовков квази-оппозиционной прессы выходит такими. Но на самом деле, сама конструкция подобных рассуждений, когда запатентованное брехло и самый крупный коррупционер в истории человечества борется с коррупцией, выглядит дико. Кроме того, сама система управления Россией основана на том, что верность царю покупается передачей должности, которая имеет основной бонус – место для кормления. Это уже работает четверть века и выросло целое поколение чиновников, которые ничего другого не видела. Причем, сама система не нова и веками работала в той же Европе, когда монарх в награду своему подданному давал не только титул, но и удел, с которого тот потом кормился. Здесь то же самое, только удел этот проходит не по земле, а по частям бюджета. И тут надо понимать, что этот принцип работает в обе стороны. Если прямое действие – награда титулом и корытом, то обратное – преданность лично монарху, наделившего этими возможностями. При этом плевать на все остальное и в данном случае законы или представления о коррупции и прозрачности вообще не имеют никакого значения и не являются факторами, которые вообще стоит учитывать. Поэтому, когда пишут о борьбе с коррупцией как причине отставки того же Шойгу с военного министерства, это, кроме смеха, ничего вызвать не может. Если бы Путин решил бороться с коррупцией, первое, что он должен сделать – это харакери. И то же самое вместе с ним должны были сделать не менее 10 миллионов чиновников разного ранга. Именно поэтому он не напоил полонием того же Патрушева, а сделал его своим советником, как и бывшего адъютанта Дюмина. Причем последний был совершенно доверенным лицом, поскольку лично знал тайну черного чемодана. То есть он прошел путь самого Путина от шныря Собчака до сцаря. Но тут важно то, что вся эта публика оказалась не в пыточных застенках на Лубянке, а вроде как при должностях и положении пусть уже и без былого величия. И наоборот, замов Шойгу стали паковать и демонстративно сажать в кутузку. После первого зама Шойгу, генерала и кавалера в Цугундер поехал начальник главного кадрового управления министерства. А если кто не в курсе, эта должность просто феноменальная. Если остальная публика жила с распила и откатов, то кадровики делают деньги из воздуха, потому что от них зависит то, насколько крутой будет служебная лестница фигуранта, пока то, как Дюмин не приглянется первому лицу, в данном случае министру, а в дюминском Путину. Насколько серьезной является должность главного кадровика, можно понять по истории восхождения Сталина. Именно он заведовал кадровыми вопросами, будучи еще серой мышкой в тени таких грандов, как Ленин или Троцкий. Но и первый и второй с какой-то степенью участия Сталина сыграли в ящик, а он стал персоной, перед положением которой полномочия императора кажутся лакейским набором. Все это к тому, что зарубить кадровика – это очень серьезное дело, и люди, знающие, понимают, что новому министру расчищают поляну, вырезая людей, лично преданных Шойгу. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что из Совбеза он все равно будет курировать военку, то это значит, что пациент не понимает, как работает эта система. Тем не менее, другой крайностью теории о борьбе с коррупцией является такая. Шойгу готовят на преемника Путина и потому уводят его от любого коррупционного шлейфа. Между прочим, такое рассказывает один известный в кругах Ютуба аналитик. Он регулярно выдает какую-то дичь, которую очень трудно соотнести с древним принципом Шова-на-Мэле. И тут дело не в том, что у Путина язык не шевельнется произнести заклинание «я устал, я ухожу», а потому что если сделать Шойгу царем, то он тут же принесет в жертву и самого Путина, и Кабаеву, и вдобавок пару-тройку северных оленей. А его шаманы исполнят праздничное камлание по этому поводу. Но в этой истории есть и другой более очевидный момент, который явно нивелируется всем изложенным. Скажем так, Шойгу был смещен за коррупцию и неспособность обеспечить победу над Украиной. Но вместе с ним на выход пошел и Патрушев. Очевидно, что Коля, хоть и не такой богатый буратино, как Серожа, но тоже не бедствует. И тем не менее, его людей из конторы никто публично не тягал за коррупцию. И в неудачах на войне можно уличить только с большой натяжкой. Наверное, многие помнят срач между сапогами и конторскими ровно два года назад, когда Шойгу посыпал на ФСБ в том плане, что те дали ошибочные данные о том, что их ждет в Украине, но немногие помнят о том, чем дело закончилось. А мы помним. Конторские тогда сказали, что за рубежом ФСБ работает факультативно, поскольку их сфера деятельности внутренняя безопасность. А прямо по профилю зарубежными операциями занимается СВР, которая непосредственно подчиняется Путину и ГРУ, которая является собой разведывательный орган в составе Генштаба Вооруженных Сил. Именно эти службы и заточены на сбор данных за пределами Федерации и формирования внешней картины мира. И если конторские на СВР особо не могут крошить батон, поскольку задачи им ставит лично Зетфюрер, то вот на ГРУ было можно и нужно, мол, почему же вы не работаете собственными силами? На том конфликт и был исчерпан. И отбил контору тогда Патрушев. И вот когда он ушел вместе с Шойгой, то очевидно, что причины тут были общие и не имеющие ничего общего с тем, что сейчас гоняют по разным каналам. Но кроме синхронной отставки этих персонажей, все обращают внимание на то, что в общем все произошло достаточно внезапно. Ведь Путину ничто не мешало снять того же Шойгу за военные неудачи или проматывание средств в любое время. Но произошло это именно сейчас и при таких странных обстоятельствах. А это значит, что основания сделать такие резкие движения возникли прямо сейчас. И тут мы можем предположить всего две версии, которые однозначно могли бы вызвать вот такую реакцию, причем в отношении двух своих самых ближних и верных Холуев. Первую версию мы частично излагали и она касается того, что для какой-то цели Шойгу и Патрушев решили вступить в перемирие между собой, что было расценено как сговор. За это говорит хорошо известная традиция – назначать на руководство военным ведомством гражданских лиц. Это в демократическом обществе гражданское лицо обязано быть гражданским для контроля над самой мощной силой. А в автократиях этот принцип никогда не соблюдается. И если армией руководит гражданский, то это значит, что диктатор не доверяет собственной армии. Все путинские назначенцы гражданские и новый министр не исключение. Поэтому если Шойгу и Патрушев заключили какой-то альянс, то он мог быть только против Путина. Поэтому оба и пошли на выход. Но есть и другая версия, которая к этим фигурантам имеет косвенное отношение. В Киев прибыл госсекретарь США Антони Блинкин, а совсем недавно он был с визитом в Китае. И насколько известно, он там вел жесткие переговоры с СИ. Что Антону рассказывал, история умалчивает, но что это были переговоры с позицией силы, которую продемонстрировали США, нет никаких сомнений. И вот Блинкин в Киеве, а в Пекин отправляется Путин. Причем до визита Блинкина о таком визите вроде бы не было речи. Можно было предположить, что Блинкин от имени президента США что-то передал Путину через СИ, и тот передал это Путину, после чего последовали отставки, а сам Зеттфюрер поедет на аудиенцию к настоящему императору. Мы зайдем дальше в своих предположениях, и возможно Блинкин пояснил СИ, что тот должен передать свои шавки на словах то, что для публики говорить не стоит. И тут дело касается не так Украины, как бряцанье ядеркой в исполнении самого Путина и его ближайших халуев. Штаты уже давно предупредили Бункерного о том, что в таком случае будут предприняты меры по ликвидации его лично, и тогда было сказано, что штаты располагают по минутным маршрутам передвижения его тушки. Но вполне возможно, что для СИ было сказано о том, что штаты имеют все данные по личным бункерам, а возможно даже был сделан подарок, планы путинских подземелий, мол, мы точно знаем, что и в какое место положить, чтобы прихлопнуть говнюка. И вот если СИ все это передал Путину, то многое находит свое объяснение. А это значит, что сверхсекретные норы, которые строило специальное военное ведомство и не только на территории Московии, штатам хорошо известны. Как известно и то, как они построены и как до них добраться. А ведь там Путин сложил многое из того, что нажито непосильным трудом и где он планировал пересидеть, в случае чего. А тут вот оно как. И получается, что всеми стройками, которые осуществляло министерство Шойгу, заведовал его зам Иванов, который первым заехал на СИЗО. Понятно, что такой провал будет стоить пожмаканной фуражки и самому оленеводу. А вот Патрушев и Контора отвечают за незыблемость гостайны и соблюдение режима секретности. Именно они не должны были допустить утечку. Понятно, что это всего лишь версия, причем сырая. Но если сделать допущение о таком корне проблемы и посмотреть на дальнейшее развитие событий, то можно увидеть, что пока все движется в рамках такого предположения. Возможно, кто-то найдет более логичное объяснение, но на данный момент мы отвергаем все, что касается коррупции и хода войны. А я склоняюсь к таким вариантам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok